Всем привет! Сегодня опять черепа. Хотелось бы рассказать о результатах недавнего исследования удлиненных черепов южноамериканских племен. Но сначала расскажу о том, как на археологических находках спекулируют журналисты в погоне за трафиком, и распространенности таких находок по всему миру. Деформированные черепа для СМИ уже много лет почему-то являются сенсационными находками, и обязательно у них это доказательство посещения Земли инопланетянами, найденные вот-вот чуть ли не вчера. При этом их не смущает, что еще Гиппократ, почивший аж в IV веке до н.э. описывал народ с удлиненными черепами, жившие на разделе между Европой и Азией, вплоть до озера Меотиды, как ранее называли Азовское море, указывая на то, что им искусственно деформировали черепа с детства, как символ принадлежности к благородному сословию. Но если это упомянуть, то, наверное, это будет выглядеть слишком нудно и неинтересно. А пришельцы с Альфа-Центавры куда интереснее и романтичней. Если сюда еще добавить историю о том, как древние люди смотрели на их полеты над землей на своих тарелках и стремились быть на них похожими. А зрители и читатели с особой прытью разносят фейки по социальным сетям, что тоже было недавно изучено учеными. В основном, почему-то обсуждаются черепа из Южной Америки. Часто можно встретить заголовки, необычные существа, странные черепа из Перу как свидетельство посещения инопланетян, или ученые в шоке и что-то там скрывают. Хотя как раз сторонники заговоров и скрывают артефакты от современной науки. Как в случае с мумией беременной женщины, найденной якобы еще в 1840 году, и у которой был ребенок в чреве, уже с деформированным черепом. Всему миру эти исследователи демонстрировали эскизы находки. Но похоже, эта тайна останется нераскрытой, поскольку местонахождение перуанской мумии неизвестно. Но скорее всего, любители делать сенсации, считают, что простому зрителю или читателю не обязательно знать, что подобные извращения над своими головами творили люди не только в Южной Америке, но и в разных частях планеты, а также независимо друг от друга и в разные периоды. Так в Евразии, такую практику применяли землевладельцы из плодородных земель Ближнего Востока. Сарматы, Аланы, Гуны, Готы и восточно-германские племена. Подобные черепа находили на юге России и Северном Кавказе, также в Крыму, Центральной Азии, Поволжье, Закавказье и Сибири. Также в Китае и на территориях современных Сирии и Ирана. И много где еще. В Африке такие традиции встречались на территориях современных Туниса, Нигерии и Камеруна, Алжира и на Мадагаскаре. А еще этот метод был распространен у жителей Багамских островов и у аборигенов Австралии. Во Франции вообще подобная практика встречалась аж до 20 века и самая распространенная была Тулусская деформация. Это я к чему. Так вот, это сколько информации надо намеренно скрыть кулинарами ТВ-передачи статей, чтобы появились репортажи о сенсационных находках для любителей пощекотать себе лапшой уши. Хотя некоторые продвинутые СМИ умудряются сделать из широкого распространения таких практик теорию пришельцев, удачно связывая это с тем, что это они все насмотрелись на инопланетян. В общем, легче всего создать сенсацию на пустом месте при желании. Существует как искусственная, так и естественная деформация черепа. Ну а крайне осиностозе, кому интересно, можете поинтересоваться. Надеюсь, что зрители меня простят за такое длинное вступление, но возможно некоторых фактов многие не знали, а для общего представления картины это не повредит. Так, более чем 600 лет назад в южноамериканской этнической общине Калагуас в долине Колка, Перу, практиковались искусственные деформации черепов среди элиты и власть имущих граждан, что могло способствовать политической солидарности и социальному неравенству в регионе еще до прибытия инка в 1450 году. В те времена искусственная деформация черепа применялась еще с младенчества, что служило показателем этнической и географической принадлежности. Археологические и этноисторические данные дают представление о практике деформации черепов у двух основных этнических групп Калагуас и Каваны. В долине Колка Калагуас применяли методы, чтобы сделать свои головы более длинными и узкими, а Кавана стремились сделать свои головы широкими и приплюснутыми. По крайней мере последние несколько тысяч лет люди в разных частях мира преднамеренно деформировали черепа, как уже было сказано, обертывая головы младенцев тканью или связывая голову между двумя кусками дерева. Биоархеолог Мэтью Веласко, изучавший черепа в юго-восточном Перу, обнаружил, что удлиненные черепа больше всего связаны с высоким социальным статусом, потому как было отмечено, что черепа женщин с деформациями встречались в большей степени без травм, в отличие от своих соплеменец с обычными черепами, а это значит, что они меньше подвергались физическому насилию, а химический анализ костей показал, что женщины с удлиненными головами имели более обширный и богатый рацион питания. Всего исследователи проанализировали 211 черепов, мумифицированных людей из двух могильников, которые также отличались по статусу захороненных. На скале были могилы элиты, а в некоторых пещерах и под скалистыми навесами были захоронены обычные люди. Стоит также отметить, что степень деформации у черепов элит тоже была разной. Вероятнее всего это зависело от положения в обществе. До самого прихода инков эта практика широко применялась среди вельмож Калагос. Около 74% черепов из элитных захоронений имели измененные формы. Подавляющее большинство этих модифицированных черепов около 64% были резко вытянуты. Помимо этого, не было найдено никаких материальных доказательств того, что люди низкого ранга удлиняли черепа в качестве идентификации в период до инков. Действуя как знак принадлежности, форма головы могла плодотворно влиять на объединение элит и способствовала укреплению сотрудничества в политических вопросах. Вовлечение в политические и социальные сферы жизни в свою очередь повысило статус длинноголовых и предоставило им особые привилегии, недоступные для людей с обычными формами головы. Как видно из исследования, гуманоидов так и не нашли, а рассказ без пришельцев выглядит не столь интригующе. На этом не прощаюсь и до новых встреч. Не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал.